МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну что, друзья мои, обещанную свадьбу покажу я вам. Людмила разрешила мне, и я хочу немного-немного показать вам той свадьбы, где жених и невеста оверсевенти. Давайте посмотрим. Звадебный танец молодых мы видим на экране. И вот это вот слева как раз стол, свадебный стол. Я сейчас вам делаю тоже поближе к этому. Съемки вы видите любительские, какие есть. К сожалению, экран муски, но у вас здесь, конечно, можно чего-то разглядеть. Но вы видите на экране, по-моему, счастливую пару. Малакин. Я лапи, белья. Запытайте, как танцы. Я хочу, чтобы я не хочу, чтобы я не танцую. Вот такая свадьба пела и плясала. И давайте поздравим молодых. Я очень-очень рада. Хочу еще раз сказать, что Людмила нашла любимого мужчину и обрела свое счастье. Ну и еще я хочу показать немного. Людмила снимала сама стол, своих гостей там представляла. Но я не стала включать ее. Там были специальные у нее объяснения, которые совершенно не нужны здесь. А я покажу просто и попытаюсь сама немного вам объяснить, кто, кого я знаю. Ну, так, как смогу. Это все со стороны жениха. Его сын, по-моему, вот это вот с женой. И дальше какие-то родственники его. Вот спиной сидит жених в белой рубахе, видите. Так, дальше его дочка, по-моему. А вот это вот, я не знаю кто, но тоже какие-то. Это все англичане. Тоже какие-то родственники жениха. Парами, видите. Вот еще пара друзей его. Это индуска мне приехал. Намастэ. Это девушка. Дякую, что ты приела... Приела... Запрошение. Запрошение и пришла поздравить меня. Дякую. Дякую, что ты приехала за 200 маль до мне. Дякую. Дякую. И тебе. Дякую. Это жена... Вы услышали, да? Вот Люда как раз, невеста. Она представляет своих друзей. И даже пытается по-польски говорить. И по-индийски она пытается говорить. Так, вот это еще также дальше друзья ее мужа. Вот. Ну и, наверное, мы вернулись. Обратно за стол. Вот такая свадьба была у Людмилы. Это все, чем я располагаю. Все, что Людмила мне прислала. И все, что она мне разрешила вам показать. Я возвращаюсь с вами снова на остров Уайт. Да, и, кстати, вопрос на засыпку. Вы заметили, сколько было именно гостей на свадьбе Людмилы и Филиппа? Вот я, к сожалению, вы знаете, который раз показываю, но что-то не удосужилась посчитать. Я говорю, что где-то около десяти человек, а может быть и больше. Кто из вас такой вот внимательный и может сказать, сколько было людей на свадьбе? Снова телефонный звонок немного отвлек меня. Ну, ладно, друзья, что я хочу сказать. Я сегодня вам еще немного расскажу. Расскажу о себе, о своих встречах. Расскажу продолжение истории о Джоне, если желаете. Но сначала хочу вам показать, какой ужасный шторм у нас вчера. Здесь был вчера и третьего дня. Все стараются снять этот шторм красивейший на видео. И я, конечно, тоже хочу вам показать, какое неспокойное бывает у нас море. Вы ждете от меня рассказов, друзья, я знаю. И, конечно же, сегодня мой рассказ для вас не заставит тебя долго ждать. Но вот все равно мне хочется немножечко-немножечко просто рассказать вам, что происходит у нас вокруг, и немножечко показать. Так, продолжаем разговор, друзья. Не все у нас такие волны страшные. Бывает и чудесный вечер. И вот я вышла, давным-давно я не гуляла с вами на закате. Вот, поэтому давайте вот мы еще и на закатном берегу погуляем. Что я хочу сегодня вам рассказать? Конечно же, я хочу продолжить свою историю встречи с Джоном. Джон и Лексус, помните, да? Наверное, надо будет так и назвать свое видео. Джон и Лексус. Так вот, что касается Джона. Тут у меня очень много комментариев, и все разделились просто напополам. Кто-то говорит, что это просто я вытащила джекпот, и нужно срочно не швыряться таким кавалером богатым, а срочно-срочно нужно его осваивать. Нужно ехать к нему, нужно смотреть его дом, определять, что у него с семьей, и дальше так. Кто-то прямо даже далеко идущие планы начал мне предлагать, чтобы я подумала еще, а вдруг я еще оставлю что-то своим детям и внукам, а почему бы и нет? И если у Джона такие большие деньги. Да, а другие говорят, Галина, он для тебя староват, беги-беги от него, пока не поздно, ты такая энергичная женщина. Ну да, спасибо всем большое, я с удовольствием посмотрела, почитала, послушала, и я с удовольствием посмеялась даже иногда над вашими комментариями. Спасибо, друзья, что вы принимаете живое участие в моей жизни. Что касается Джона, сейчас поясню. Сколько конкретно ему лет, я так и не знаю, но, судя по всему, ему далеко за 80. Что касается, есть ли у него дети. Да, конечно, у него есть дети. У него двое взрослых детей, сын и дочь. Они живут отдельно, у них свои семьи, они все живут прекрасно, как сказал Джон. И иногда он приезжает, встречается с ними и со своими внуками. У него также три внука. Так что там, как говорится, все в порядке, полный набор. И эту историю... Да я даже не могу сказать, что я бы ее хотела продолжать, даже если бы Джон был одиноким. И, конечно же, я говорю, что он интересный человек, с ним можно о чем-то, о многом, наверное, даже поговорить. Но это не герой моего романа. Я уже проходила всю эту историю. Повторяться и наступать на одни и те же грабли я не буду. Поэтому я думаю, что с Джоном вряд ли, вряд ли. Хотя, вы знаете, он продолжает мне звонить, он продолжает меня поражать своим молодым разговором, своим молодым голосом. И он мне рассказывает много интересных историй. И он пытается продолжить наше знакомство. Но я не буду так уж сразу рубить, как говорится. Но поживем, увидим. Я просто вам сказала свое мнение по этому поводу. И даже прекрасный Лексус, вы знаете, по-моему, не повлияет на мое решение. Ну и еще, конечно же, я хочу сказать, что у меня, помимо Джона, еще впереди назначено, запланировано много встреч. У меня уже было, по-моему, четыре встречи. И я не могу сказать, что я прям разочарована. Есть мужчины очень интересные. Пока я всех держу на заметке, скажем так. И вообще мне, вы знаете, так странно. То пусто получается, то густо. Я не уверена, что я хочу показать вам всех мужчин, с которыми я встречалась. Абсолютно не уверена. Потому что, вот понимаете, какая история. Я стараюсь для вас, да, действительно хочу показать, чтобы вас заинтересовать. Ну вот, да, может быть, даже где-то показываю излишне много. Может быть, даже где-то рассказываю излишне много. Откровенничаю с вами, друзья. Ну и, как говорится, получаю за это по полной программе. Некоторые комментарии, вы видите, какие просто отвратительные. Я уже даже не хочу об этом снова и снова говорить и повторять. Я просто блокирую. Хотите, друзья, писать комментарии и писать то, что вы думаете? Да, пожалуйста, прекрасно. Но не переходите на личности и уж по крайней мере пишите уважительно. Домик новый, Аделаида. Сейчас найду вам мое видео о нем, когда здесь продавались квартиры. Я тогда была внутри и под большим впечатлением. Посмотрите видео, какие там квартиры шикарные и как они недорого стоили. По-моему, стоили 170 тысяч фунтов. Огромные. На весь этаж вот с таким видом на море, с балконом. Сейчас они стоят, друзья, 270. Ровно на 100 тысяч подорожали они. И вот такое вот шикарное вложение денег. Но у меня, к сожалению, даже тогда денег не было. И ипотеку мне никто не давал. Конечно же, мне безработной на то время опять же. Поэтому, знаете, даже если желаешь и знаешь, как вложить деньги, то нужно прежде всего деньги иметь. А иначе ничего не получится. Ну и еще, что я хочу сказать, друзья. Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся. И подписался на мой канал. Но, к сожалению, до 100 тысяч в мой год шестилетия канала 17 августа не получилось довести число подписчиков. Пожалуйста, пожалуйста, друзья, давайте еще раз порадуйте меня. Я снова вижу, что меня 50% смотрят без подписки, что происходит, почему. Подписываемся, пожалуйста, друзья. Ведь дальше будет еще интереснее. Я вас просто уверяю в этом. Ну и для меня будет стимул дальше продолжать. Вчера на пляже наблюдала за собакой. Вот за такой же точно, как вот эта. Я не знаю, что это за порода, честно сказать. Но вот видите, вот она чудесная такая. Их здесь очень много. Так вот. Это очень хорошо. Очень хорошо. Так вот собаки попадаются. Такие бывают умные. И вот эта собака, за которой я наблюдала на пляже, она ходила по колено в воде. Вода прозрачная. И она смотрела там что-то, высматривала под водой. Настолько интересно. Махала хвостом, высоко поднимала лапы. И потом в конце концов начала лапами что-то там такое скрести, скрести, тащить ближе к берегу, к берегу, к берегу. И потом, я смотрю, она уже начала туда мордой нырять. Стала хватать там что-то. Думаю, что же она там нашла. И в конце концов она вытащила круглый белый камень. Она, наверное, подумала, может быть, это мяч. Она его вытащила и принесла своему хозяину, положила. Но это было настолько интересно наблюдать, друзья. Ну, вообще бесподобно. В общем, следующее моё видео для вас. Я расскажу ещё об одной встрече и ещё об одном автомобиле. Вы знаете, оказалось, что действительно Джон прав, и это работает. Когда он сказал, что он купил этот автомобиль, потому что он уверен, что автомобили нравятся всем людям, как он сказал. А я ещё тогда удивилась и говорю, да мне кажется, что не всем людям, а всем мужчинам нравятся автомобили, а женщинам нет. Он так удивился, говорит, а я думал, что и женщинам тоже. А потом, когда я пришла домой, я стала искать и смотреть, и гуглить про эти автомобили. Неужели действительно они так дорого стоят? Я никогда не подозревала об этом. Я ездила себе на своей Хонде Цивик за 4 тысячи рублей и была вполне счастлива. Оказывается, что если вдруг, не дай бог, вот какое-нибудь вот такое вот даже маленькое столкновение на дорогах, когда ездят Лексусы по 100 тысяч фунтов, не дай бог столкнуться с этим, да ещё быть виноватой, но потом не расплатишься, потому что одна просто царапина на его машине будет стоить столько же, сколько моя Хонда, и не на возместишься, как говорится, ущерб. Так вот, значит, действительно, этот вариант с автомобилями работает вполне. И я заинтересована. И вот ещё один мужчина, ещё с одним новым автомобилем, ещё более дорогим, у меня для вас на следующем видео. Всё подробно расскажу о новой встрече. Ну вот, друзья, задавайте вопросы, если они у вас есть. Пожалуйста, простимулируйте меня вашей подпиской. Я всё-таки жду 100 тысяч подписчиков и серебряную кнопочку. Давайте сделаем это вместе, друзья. А на этом сегодня у меня для вас всё. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok